Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Мир, постоянство, непорочность и сила. В России отмечают День государственного флага. Развитие территории международного межвузовского кампуса, который скоро появится в Самаре, обсудили на одной из сессий хакатона «Креатив» на Волге. Он появится на территории рядом со стадионом «Самара-арена». Сделали ремонт, закупили новые парты и компьютеры, оснащенные учебными программами. Учебный центр трамвайно-троллейбусного управления комплексно обновили. Не просто спорт и увлечение, а жизненно необходимые навыки. В Самарской области прошли соревнования по спасению на воде с участием собак. Порадовать болельщиков не удалось. Три команды системы футбольного клуба «Крылья Советов» проиграли матчи в своих лигах. 22 августа отмечают День государственного флага Российской Федерации. Праздник установлен указом президента в 1994 году и посвящен возрожденному флагу Российской Федерации – национальному триколору. Напомню, 22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище серпом и молотом. В этот день на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать полотнище из белой, лазуревой, алой полос официальным национальным флагом России. По случаю Дня государственного флага России к жителям региона обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что сегодня флаг, как исторический символ, вдохновляет бойцов-участников специальной военной операции, поддерживает в них дух и веру в победу. Губернатор подчеркнул, что сплотившись под российским триколором, нужно защитить все, что дорого и восстановить справедливость, отстоять свободу и независимость страны. К поздравлениям по случаю Дня государственного флага присоединилась и глава Самары Елена Лапушкина отметила, что сегодня перед всеми стоит важная задача передать подрастающему поколению бережное отношение к государственной символике, своим примером воспитать в детях чувство любви к родине, вырастить достойных граждан великой державы, своими делами доказывая преданность родной земле. Молодые жители Самарской области могут выиграть до миллиона рублей на свой проект. Федеральное агентство по делам молодежи объявило о старте приема заявок на второй сезон своего грантового конкурса. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Физическое лицо вправе представить только одну заявку, содержащую один проект в одной из 18 номинаций. Это могут быть проекты, направленные на организацию занятости молодежи, развитие малых территорий, международное сотрудничество, противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, работаю с людьми с ОВЗ, экологическое просвещение, а также поддержку и развитие студенческого сообщества СУЗов, творческих инициатив, культурно-образовательной среды, и популяризацию спорта и здорового образа жизни. Для участия необходимо пройти регистрацию в системе молодежи России до 24 сентября. В первом сезоне была подана 171 заявка, 12 из них получили грантовую поддержку. Общая сумма полученных грантов превысила 6 миллионов рублей. Развитие международного межвузовского кампуса, который скоро появится в Самаре, обсудили на одной из сессий Хакатона «Креатив на Волге». Кампус появится на территории рядом со стадионом «Самара-Арена» на площади в 17 гектаров. Чтобы подогреть интерес к будущему объекту, есть идея уже сейчас оформить пространство вокруг него. Какие предложения прозвучали от студентов и нашли ли они поддержку у жюри, узнаем далее. Концепции по созданию кампуса мирового уровня разработаны под руководством главы региона Дмитрия Азарова. Необходимость в его появлении очевидна. Уже сейчас Самарская область – один из сильнейших научно-образовательных центров страны. В регионе развиваются 24 высших учебных заведения, в том числе аэрокосмической, медицинской, инженерной отрасли. Успешно осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего». К 2024-2025 годам прогнозируется значительный рост числа абитуриентов, как из нашего, так и из других регионов страны. А значит, потребность в современных качественных пространствах для обучения и проживания, в том числе иностранных и иногородних студентов, есть. Кампус появится на территории рядом со стадионом «Самара-Арена» на площади 17 гектаров и будет рассчитан на 5000 человек. Создание кампуса в России – поручение президента Российской Федерации. 17 кампусов находятся в стадии реализации. Развитие международного межвузовского кампуса обсудили на одной из сессий «Хакатона. Креатив на Волге». По замыслу авторов идеи, место, в котором появится кампус, должно быть интересным горожанам уже сейчас. У нас будет такая большая ответственность, потому что тот проект, который запустится в Самаре, это будет тот пример, хотелось бы чтобы был положительный, на который затем будут убираться и другие регионы, потому что у компании «Брошколы» несколько проектов, связанных с кампусами в городах России, но пока конкретно реализованного проекта еще нет. Участники сессии предложили несколько идей развития территории. К примеру, создание искусственного водоема, где летом можно было бы кататься на катамаранах, а зимой – на коньках. На самой территории кампуса уже есть проект озера, поэтому мы решили его докрутить и разработать. Большой искусственный водоем, который были созданы, вот Жукулевское море наше, реку Сок, большой Эргиз, который находится на краю Самарского области, чтобы отразить на каждой реке какие-то свои уникальные рельефные особенности. Прозвучали и идеи по созданию первых арт-объектов на территории будущего парка при кампусе. Примером такого арт-объекта является фривол, возможность нарисовать граффити на отдельно стоящей стене. Конечно, мы рассматриваем, чтобы такие возможности предоставлялись только лицензированно, то есть без вандализма. Совершенно верно, что это должно сначала появиться, потому что туда будут приезжать люди и, видя, как строятся, они, отдыхая там с детьми, работая, проводя какие-то фестивали, будут думать, о, а я своего ребенка отобсюду, мне уже здесь комфортно, я уже сюда приезжаю, значит, я хотел бы, чтобы мой ребенок учился здесь, в этом кампусе. Осенью в Самаре пройдет хакатон, посвященный развитию территории вокруг кампуса, а весной финальная сессия-форум, на которой подведут итоги совместного проектирования. Виктория Шарая, Константин Головин, События. К новому учебному году в Самарском трамвайно-троллейбусном управлении обновили учебный центр. Сделали ремонт, закупили новую мебель, установили компьютеры с современными обучающими программами и приглашают желающих получить профессию водителя троллейбуса или трамвая. О перспективах, которые открываются перед кандидатами, расскажем далее. Дмитрий Шеверев недавно сменил место жительства, с Дальнего Востока переехал в Самару, а заодно решил поменять профессию и, наконец, осуществить детскую мечту – стать водителем трамвая. Какая-то есть в этом своя романтика, что-то из детства, знаете, можно сказать, осуществляю детскую мечту. Привлекла стабильная, достойная заработная плата, плюс созданы все условия для обучения, современный учебный центр. Хочу сказать, что очень замечательное руководство, педагоги, инструкторы, которые всему научат, подскажут, помогут. Дмитрий уже изучил теорию, сдал экзамен в ГАИ, сейчас проходит практику. Его наставник – один из опытнейших сотрудников ТТУ Юрий Жуков. Юрий Александрович пришел на работу в трамвайно-троллейбусное управление в 1975 году слесарем. Дослужился до начальника Северного трамвайного депо. А когда вышел на пенсию, остался в родных стенах преподавать. Дело нелегкое, конечно, но учитывая свой опыт, сколько я проработал в трамвайно-троллейбусное управление, я думаю, что мы справляемся. Приходят разные люди с разной степенью подготовки. Но вкладываем усилия, начинаем с самых АЗОВ, даже со школьной программы приходится начинать. Трамвай – это электрический транспорт, тут требуются элементарные знания физики, скажем так. Поэтому учим. Обучить нужно не только водительскому мастерству, но и правилам безопасности, дорожного движения, культуре обслуживания пассажиров и АЗАМ законодательства. Бывшие студенты Юрия Александровича не только остаются работать на предприятии, но и побеждают в конкурсах профмастерства. Теперь, когда в учебном центре сделали ремонт, поменяли мебель, закупили новые компьютеры, оснащенные современными программами, процесс стал не только приятнее, но и эффективнее. Это было сделано в преддверии нового учебного года для того, чтобы пригласить как можно больше людей, которые хотят получить профессию водителей трамвая и троллейбуса. Учеба проходит в максимально комфортных, современных, адаптированных ко всем требованиям и условиях. При этом на период, пока идет вот это обучение, выплачиваются стипендии учащимся, то есть в этот момент им тоже оказывается за счет предприятия финансовая поддержка. Мы приглашали и вновь приглашаем всех желающих, кто хочет попробовать себя в профессии водителя. Приходите, от этого будет польза и транспортным предприятиям, и самому работнику, ну и всем жителям города, которым оказываются услуги по перевозке. В учебном центре МПТТУ не только обучают профессии водителя троллейбуса и трамвая, здесь также проходит повышение классности, сертификации и аттестации действующей сотрудники предприятия. Для тех, кто решил трудоустроиться водителем, предусмотрено бесплатное обучение с выплатой стипендий в размере МРОД. Им предоставляют комнату в общежитии и выплачивают подъемные 100 тысяч рублей. Если раньше по условиям контракта нужно было обязательно отработать три года на предприятии, то теперь этот срок сократили до 18 месяцев. При этом отпуск у водителей на неделю дольше стандартного – 35 дней. Совсем скоро на линию выйдут 12 новых белорусских трамваев. Часть уже находится на территории депо, остальные поступят в ближайшее время. Они оснащены кондиционерами как в кабине водителя, так и в салоне. Кроме того, в Самаре запустили программу восстановления старых трамваев. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Стихи, творческие номера и рисунки в бело-сине-красной цветовой гамме. А в детском оздоровительном центре «Авангард» Самара отметили День российского флага. О том, как проходили праздничные мероприятия, расскажет Галина Топилина. Праздник, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, начался с торжественной линейки на Центральной площади. Под гимн страны на флагшток поднимается флаг России. Студентка четвертого курса Самарского университета Полина Воеводина приезжает в «Авангард» Самары уже третий год подряд работать вожатой. Программу праздника, рассказывает Полина, придумывали вместе. В лагере очень дружная атмосфера и отличный коллектив. Дети очень готовятся, стихи рассказывают, танцы танцевать. Очень много идей сами предлагают. Мы можем стихи рассказать, а скоро праздник. Можно мы флешмоб сделаем. И заинтересованность ребят на самом деле очень заметна. И они хотят чем-то таким заниматься, хотят себя проявлять. И очень здорово, что это не только творческие душепорывы, но и любовь к родине. После торжественной части дети разошлись по секциям. В одной из беседок на территории Центра кипит творческая работа. На пустом листе ватмана постепенно вырисовывается российский триколор. Это будет стен газета, посвященная российскому флагу. По словам вожатой Анастасии Корякиной, тема патриотизма близка современным детям. Теплые чувства к родине. И они понимают, что если государственные флаги есть, то к ним нужно тоже соответственно относиться. Нужно уважать, ценить. И сейчас очень увлеченный процесс идет создание стен газеты. Девочки очень быстро накидали идею, набросали эскиз. И активненько занимаются созданием, водошлением идеи в жизнь. Центр «Авангард Самары» известен своей военно-патриотической направленностью. Сюда приезжают кадеты, спортсмены. Оснащение Центра рассчитано на проведение патриотических и тренировочных мероприятий, освоение полосы препятствий, стрельба из тира, лазер-так. В этом году на базе Центра впервые проводится смена движения первых. В ее основе развитие лидерских качеств, чувство патриотизма, игры на сплочение и творчество. Спортивная и военная подготовка также присутствуют. Если в ту смену это были кадеты, юно-армейцы, которые свою жизнь связали именно с военной направленностью, то здесь это дети, я так подразумеваю, с какими-то лидерскими качествами, которые здесь развивают, совершенствуют и что-то делают для того, чтобы это улучшалось. Следующим летом смена движения первых Центра «Авангард Самары» вновь откроет свои двери для активных, патриотичных, спортивных и творческих ребят Самарской области. Галина Топилина, Константин Головин. События. Гордо реет над Россией. Под таким названием прошел в Самарской библиотеке номер 5 патриотический праздник, посвященный Дню российского флага. Гостями стали юные самарцы, которые узнали историю российских символов и своими руками сделали себе флаг на память. Подробности в нашем сюжете. От первых стягов русичей до российского триколора. Всю историю государственных флагов страны, как они менялись, что означают их цвета, все это теперь знают гости библиотеки номер 5, пришедшие на праздник гордо реет над Россией. Ребятам рассказали о флагах во время виртуальной экскурсии. Затем юные самарцы поделились на две команды и в игровой форме узнали и о других государственных символах страны. Мы стараемся, хоть и у нас мероприятие патриотическое, патриотическое направление, мы стараемся в игровой форме ребятам преподнести, рассказать об истории, о нашей родине. Ну и поэтому я думаю, что им интересно это мероприятие. В завершении праздника дети своими руками смастерили объемную модель флага, чтобы забрать с собой как сувенир. Несмотря на каникулы, ребята с удовольствием пришли в библиотеку поиграть и узнать что-то новое для себя. У меня дети уже знают, что сегодня мероприятие и бегом-бегом бегут, потому что знают, что нужно в библиотеку. И здесь и очень интересно, и познавательно, и развлекательно. Опять же мероприятия и эстафеты, и какие-то вот как сегодня мероприятия познавательные, очень интересные. Библиотеки номер 5, тематические праздники и встречи для детей проходят не только в период каникул, но и во время учебного года. Следующее интерактивное занятие состоится уже в сентябре. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. Найти хорошую работу, получить престижную должность и высокую зарплату. Оказывается, все это можно сделать при виртуозном владении словом. Обучающий семинар по ораторскому искусству прошел в Самарском бизнес-инкубаторе. Подробности в репортаже Елены Чернявской. Большие деньги, высокие звания и должности, признание в обществе. Человек добивается через умение подавать себя и через ораторское искусство. Вот только навык этот развит не у всех. Ораторское искусство – это владение словом, а слово, как известно, правит миром. Уже успешным предпринимателям и тем, кто только собирается открыть свой бизнес, помогает Самарскому бизнес-инкубаторе. Мы проводим на регулярной основе конституционные мероприятия. Вы можете посещать их онлайн или приходить к нам на главную три. У нас всегда интересно. Самые лучшие спикеры расскажут о проблемах вашего бизнеса, о нововведениях в законодательстве и помогут вам развиться до нужного вам уровня. Эти знания откроют перед участниками новые перспективы и возможности. Так считает Марина Абышкина. Она – начинающий предприниматель. У нее свой небольшой экскурсионный бизнес. В бизнес-инкубатор на такой семинар пришла впервые. Я подписана на группу бизнес-инкубатор в социальных сетях и вижу иногда анонсы и информацию. Я решила, что нужно записаться и прийти на мастер-класс. Потому что общение во всех сферах нам всегда помогает. И тем более у меня работа с людьми – это очень важно, когда ты можешь правильно и четко донести свои мысли до аудитории. Это совершенно бесплатно и это большой плюс, потому что, как правило, такие ценные знания, они очень дорого стоят. Поэтому, если у нас есть такая возможность посетить этой бизнес-инкубаторе, поэтому грех этим не воспользоваться. Также эксперт рассказал участникам о публичных выступлениях, развитии и выразительности речи. Побеседовали и о том, как по возможности не вступать в конфликты и разрешать спорные ситуации грамотно. Елена Чернявская, Петр Поломеев. События. Не просто спорт и увлечение, а жизненно необходимые навыки. В Самарской области прошли соревнования по спасению на воде с участием собак. Свои умения продемонстрировали 16 питомцев. Подробности в нашем сюжете. На помощь! Спасение утопающих – дело рук, а точнее лап, отдыхающих неподалеку собак. Типичная история, когда недосмотрели за ребенком на берегу, может обернуться трагедией. Но все меняется, если рядом обученный питомец. Он не только присмотрит, но и вытащит утопающих из воды. Для собак, которые обучились спасательному делу, в Самарской области провели соревнования. Людям это дает, прежде всего, навыки повседневной жизни. Когда семья отдыхает на природе, это очень помогает, особенно когда в семье есть дети, контроль детей на воде. Это прежде всего, когда есть дома любимец, который обучен простым навыкам наблюдения и помощи, если это необходимо. Также это спорт. Собаки сравнивают, соревнуются между собой, кто более выносливый, кто более опытный. В соревнованиях приняли участие 16 четвероногих спасателей. Задания по трём категориям сложности – А, Б и С – в зависимости от уровня подготовки собак. Например, новичкам, им нужно вытащить апорт, который забрасывается дрессировщиком. Им нужно быть управляемым в воде и спасти человека. На высшей категории сложности – это уже собака должна спасти человека, прыгая из лодки, уже нескольких человек. Должна спасти бессознательного человека, просто притащить его за любую конечность. Успех собаки зависит от её послушности и, конечно, от желания купаться. Три года назад обнаружилась такая любовь к плаванию. Тут очень хорошо, любит воду. И мы это пустили в мирное русло. И вот уже третий год занимаемся и сдали на Ц степень. Сейчас будем дорабатывать до мастера. Общение с собакой, контакт с собакой улучшает. И опять-таки приятное времяпровождение в Одессе, на свежем острове, где вы просто аппортировку делаете. А здесь уже всё усложнено и более интересно, и зрелищно даже для себя, для собаки. У неё развивается интеллект. Обучаться спасению на воде могут собаки разных пород. Но некоторые в этом деле – как рыба в воде. В Ньюфаундленд порода очень интеллектуальная. Он сначала думает, сам принимает решения и спасает. Поэтому как раз сложной задачей спасения утопающего с берега, спасения утопающего, когда филимон на лодке, как раз задача для этой породы, для собаки. Собаку можно в любую научить спасение на водах, но хорошо, если собака выполняет задачи, которые соответствуют её породе. Каждый хозяин гордится успехами своего питомца. Но в душе надеется, что в реальной жизни все отдыхающие будут внимательны и осторожны, чтобы не было трагических случаев, а спасение на воде оставалось только приятным увлечением. Светлана Кудрявцева, Виталий Рылеев. События. В Самарском зоопарке отметили Всемирный день козы. Гостям рассказали о диком предке животного, об особенностях проведения, а также об интересных породах. Коз можно было погладить и накормить. Ксения Баканова пообщалась с животными. Выражение «тишь да гладь, да божья благодать» именно про эту семью коз. Это Лёха, а это Пончик. Он с аппетитом уплетает сено, тем самым оправдывает кличку. А вот Рыжик внимательно наблюдает за посетителями. Сотрудники зоопарка говорят, у каждого животного свой характер. Но это не мешает им жить под одной крышей. Маленькие козы, они довольно-таки хитрые, проворные. Они везде пролезут, но когда чувствуют, что сейчас кто-то им даст покрупнее, то они сразу задний ход дают. Лёха довольно-таки спокойный, недрачливый. Он маленьких не обижает абсолютно. Но там вместе с ними живет Фунтик, пони. Вот он, конечно, не любит, когда, например, на его еду покушаются. Он сразу дает знать, что ты лучше не подходи, я больше тебя. В Самарском зоопарке отметили необычный праздник – День козы. Гостям рассказали о диком предке животного, особенностях его поведения, а также о том, какие породы коз существуют. В зоопарке живут две – Карликовая Камерунская и Заанинская. Специалисты утверждают, козы очень похожи на собак. Они добродушны и умны, а еще преданы своему хозяину. Любовь этих животных почувствовали и посетители зоопарка. Мне очень понравилось. Козы хорошие, красивые. Длинненькие больше понравились. У меня ребенок очень любит именно деревенских животных. Ей не нужны верблюда-бегемоты, ей нужны козы, овцы и бараны. Нам понравилась лекция, нам понравилось то, что конкурс был, то, что никого в обиде не оставили, всем раздали милые подарочки. Все желающие могли покормить и погладить животных, а также сфотографироваться. Козы – неприхотливые животные. Они едят овощи, зелень и сено. Сегодня на обед хлеб и зеленые веточки. Козы – неприхотливые животные. Они едят зелень, а еще овощи. Приятного аппетита! Они не едят. Сейчас. Зелень, овощи и сено. Хорошие. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Лето – любимое время отдыха у самарцев. После пандемии многие совмещают стандартный летний отпуск с удаленной работой и устраивают продолжительные поездки, практически летние каникулы. Аналитики Яндекс.Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда этим летом самарцы отправились в поездки длительностью дольше 21 дня. Оказалось, что 42% таких путешествий пришлось на Россию, а остальные – на зарубежный воеж. 24% дальнее и 34% ближнее зарубежье. Рост доли таких длинных поездок за границу по сравнению с прошлым годом у самарцев составил 18%. С 40% в прошлом году до 58% в этом. Самые популярные страны для длительных путешествий – Турция, Азербайджан, Израиль, Египет и Армения. Наиболее популярные зарубежные направления – Баку, Стамбул, Ереван и Тель-Авив. По России в топе популярности – Санкт-Петербург, Минеральные воды, Сочи, Калининград и Горноалтайск. В среднем отели и авиабилеты для таких летних каникул бронируют за 9 недель до поездки внутри страны и за 5-6 недель до заграничных путешествий. Летние каникулы у самарцев продлятся по России и ближнему зарубежью 4 недели, по дальнему зарубежью – 6 недель. В целом по России самые популярные страны для длительных путешествий летом 2023 года – это Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. Наиболее популярные зарубежные направления – Стамбул, Баку, Анталья, Бангкок и Тель-Авив. Среди российских направлений в топе по популярности – Сочи, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала. Ни одна команда системы футбольного клуба «Крылья Советов» не смогла порадовать болельщиков в минувших турах, своих чемпионатов и первенств. Основной состав уступил «Казанскому рубину». А молодежка и девушки синхронно проиграли оппонентам из московского «Локомотива». Подробнее в нашей спортивной рубрике. В пятом туре РПЛ «Крылья Советов» отправились в Казань на игру против «Рубина», который вернулся в элиту российского футбола из первой лиги. В самом начале матча соперники обменялись забитыми мячами. Сначала хозяева открыли счет, на что почти сразу ответил Гаре. В конце первого тайма казанцы заработали пенальти. С 11-метровой отметки «Даку» не смог переиграть голкипера Самарца Фломаева, но первым на добивание успел Мартынович, который снова вывел «Рубин» вперед. Во втором тайме «Крылья» так и не смогли отыграться, а на последних минутах еще и «Белл» был удален за вторую желтую карточку. 1-2. Первое поражение «Крылья» в чемпионате в этом сезоне. Самарца на седьмом месте в таблице. Молодежный состав футбольного клуба «Крылья Советов» провел матч седьмого тура «МФЛ» в Москве против сверстников из «Локомотива». Железнодорожники оказались негостеприимными и уже к пятнадцатой минуте дважды поразили ворота «Самарцев». А перед перерывом забили и третий безответный гол. Во втором тайме счет не изменился. 0-3. Поражение «Крыльев». Молодежка «Самарцев» на двенадцатом месте в своем первенстве. Не смогли остановить московские «Локомотив» и женские «Крылья Советов». Они принимали «Железнодорожницы» на своем поле в матче семнадцатого тура Российской Суперлиги. Гости с первых минут завладели инициативой и уже к седьмой минуте ввели 2-0. До перерыва гости забили еще один мяч. Во втором тайме обилие голевых атак на ворота «Самарской команды» продолжилось. Итоговый счет 0-7. Поражение «Крыльев». Девушки занимают последнее место в таблице. Тольяттинский «Акрон» провел матч шестого тура первой лиги на выезде в Санкт-Петербурге. Волжан принимал «Ленинградец». В первом тайме команды не смогли порадовать зрителей забитыми мячами. После перерыва хозяева усилиями Бачинского вышли вперед. Гости пытались отыграться почти до финального свистка. Помог штрафной удар на девяностой минуте. Хубаев прямым ударом отправил мяч точно в девятку. 1-1. «Акрон» сохраняет первое место, но теперь делит его с Владикавказской Алани и саратовским «Соколом». У всех команд по 13 набранных очков. В Москве завершился Кубок России по пляжному регби. За победу боролись 8 команд, в том числе и сборная Самарской области. Команда 63-го региона на пути к финалу не проиграла ни одного матча. А в решающем поединке одолела «Балтийский шторм» из Калининграда. 4-3. Напомним, ранее сборная Самарской области выиграла и чемпионат России. Тем самым собрала все главные награды этого сезона. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки информируют, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки предоставляется ежемесячная денежная выплата на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 332-05-98. Театр Самарт стал центром особенного творчества. Говорится в телеграм-канале Железнодорожного района. Здесь проходит всероссийский парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». Три дня на сцене 15 спектаклей коллективов с особенными артистами со всей России. Показы пройдут в онлайн и оффлайн форматах. Вход свободный по предварительной записи по телефону 333-25-32. Самарская область готовится к старту прививочной кампании против гриппа. Сообщается в телеграм-канале Куйбышевского района. Первая поставка вакцины ожидается в сентябре. Специалисты напоминают, своевременная вакцинация – лучшая защита от инфекций. Прививка поможет предупредить развитие таких тяжелых осложнений, как пневмония, бронхит, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. В предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями. Привиться можно в поликлинике по месту жительства. Глава Кировского района Игорь Рудаков провел итоговую отчетную встречу с активом проекта «Мой дом». Глава района с начала июня общается со старшими по домам председателями ТОС, активом проекта «Мой дом». Вчера состоялась уже 15-я такая встреча. Охвачены все микрорайоны. Специалисты смотрят и оценивают, как развивается район и территория, какие объекты открываются. За последние 5 лет серьезных и глобальных изменений довольно много. С жителями постоянно держат обратную связь. А я на этом с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видео, хостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова